ребят всем привет сегодня я поделюсь своим опытом использования и эксплуатации вот такого вот ледобура это тонар lr-130 расскажу об основных его характеристиках о том почему именно этот ледобур я выбрал ну и прочие нюансы эксплуатации и использования первое с чего я начал выбор ледобура это выбор диаметра шнека дело в том что существуют довольно тонкие шнеки это сотка 110 средние это 130 150 и крупные это уже 180 и выше в моем случае не хотелось брать что-то что придется собой просто таскать лишний вес придется лишнее усилие прикладывать при бурении лунки в то же время я ориентируюсь на хищника в основном это конечно же щука в моем случае и на моих водоемах щука обычно попадается но максимум до трех килограмм поэтому 130 буро вполне хватит для того чтобы такую извлечь но а если вдруг что-то пойдет не так всегда с собой есть богор для того чтобы забавить за нижнюю челюсть и позвать кого-то еще и хоть пешной хоть буром можно при желании лунку разбурить итак ледобур у нас продается не в коробке а просто в простом полиэтиленовом самом простом пакете поэтому его конечно же сейчас нет вот здесь помимо всего прочего такой мешочек камуфлированный на утяжке кстати ним можно утягивать и вот эту рукоять не используя вот такую вот утяжку как я сделал то есть одеваем мешок в том числе и на ручку затягиваем вполне хватает но мне удобнее вот так ножи что касается ножей вот такой вот чехол на них твердый для того чтобы и не поранится и в то же время ножи у нас защищены вот так вот снимается чехол ножи кстати когда приезжаем нужно сушить обязательно сушить вот не оставлять вот такую вот грязь как у меня сейчас но я только что буквально с рыбалки ножи здесь прямые я думаю многим известно чем отличаются конические ножи от прямых ножей конические более универсальные в то же время более дорогостоящие и более дорогие в обслуживании в том плане что наточить их очень и очень сложно прямые ножи можно наточить самостоятельно при желании да и стоят ножи на такой ледобур недорого насколько я помню 250 300 рублей то что я у нас в магазинах видел то есть это не даже не за . а полная замена ножа что касается винтов основная претензия обычно у всех пользователей вот к этим вот винтам к тому что они откручиваются и поэтому еще когда у меня буду не было когда я спешной рыбачил в общем все рыбаки которые с ледобуром вот считали своим долгом рассказать как они вот проблему с отвинчивающимися винтами решают там от целлофана до суперклея до герметика и так далее в моем случае сразу же после покупки я отнес ледобур своему другу и он сделал прокладки из паранита паранит я думаю автолюбители знают что такое что это за прокладки ну и как бы на самом деле я бы сам бы даже не подумал что именно вот паранит стоят и вот за сезон практически ни один винт не открутился отложим в сторону вот этот чехол вот так вот так и следующая основная часть это вот это вот шарнирное крепление она у многих будов разное но может быть крупнее может быть меньше может иметь совершенно разную конструкцию но здесь но здесь она вот такая оп оп и затягиваем все ушастая гайка затянули все люфта кстати вот его реально это я ударился об ветку его реально просто нет вот при таком креплении поэтому мне это конечно же нравится рукоятки пластиковые достаточно твердые в то же время крутятся буду нас одноручный так тут снег все равно поэтому можно поставить то есть именно во вращении в работе используется только одна рука в моем случае вот она правая и особенность бура в том что при бурении мы вращаем против часовой стрелки вот так и почему одноручный потому что вот у нас одна рука работает 2 просто нажимает сверху есть двуручные буры не считаются более удобными но в принципе у нас в моем регионе зимы довольно мягкие лед редко когда бывает толще 30 сантиметров поэтому вот такого вот бура вполне хватает принципе оценить эффективность этой игрушки вы можете просто посмотрев мои видео и посмотрев на фон на то сколько набурено лунок одна небольшая неприятная особенность это вот думаю слышно что-то внутри уже что-то внутри уже туда-сюда ездит я думал снять вот эту ручку но она крутится поэтому ну просто не рискнул этим заниматься видно либо к это гайка шайба или что-то еще вот такое но собственно на работу на работоспособность это абсолютно никак не влияет поэтому что могу сказать честно говоря очень хороший вариант для новичка я его брал за 2 600 но это в моем городе вообще в принципе насколько я знаю можно найти его дешевле если найду выгодное предложение то ссылки оставлю в описании ну а так тонар 130 к такой вот универсальный вариант с которым можно пойти там и плотву половить окунька какого-то и щуку неплохую и при желании если двойную лунку сделать то и леща можно из нее достать вот такой вот мой краткий обзор бура тонар лр-130 и мое мнение о нем если вам понравилось видео то ставьте лайк подписывайтесь на канал задавайте свои вопросы в комментариях если надо то сниму еще более обширный тест по вашим просьбам все всем счастливо пока а